Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами поговорим про снятие укрытия с винограда. Когда же это делать? В этом сезоне я уже несколько раз касалась этой темы, но мы все ближе и ближе приближаемся к моменту раскрытия, поэтому я уже сегодня решила посвятить ролик полностью этой теме. Вообще каких-то определенных сроков снятия укрытия не существует. Мы всегда должны смотреть на наши условия, самое главное погодные. Я считаю, что в этом году, несмотря на холодную и затяжную весну, нам очень сильно повезло. Ну просто сравню. Три года назад, вот сегодня у нас 27 апреля, вот три года назад в этот день было очень жарко, и я уже открывала купальный сезон, я уже плавала в озере, а сегодня я стою достаточно тепло одета, при том, что вот первый день, можно сказать, за последние полторы-две недели у нас солнышко, а так было очень пасмурно и практически полторы недели с короткими перерывами шли дожди. Ну и температура такая 8-10 градусов. На самом деле для конца апреля не просто холодная, а так прилично холодная. Почему же я говорю, что нам повезло? Дело в том, что конкретно в нашем регионе, тоже я много раз об этом повторяла, опасность возвратных заморозков, и даже здесь оговорюсь, потому что в некоторых регионах и некоторые люди представляют, что вот возвратный заморозок – это такое очень кратковременное понижение температуры под утро, где-то вот оно по почве чуть-чуть прошло и все. Нет, в наших регионах все происходит несколько по-другому. У нас заморозки даже может быть правильнее называть поздневесенними морозами, когда под утро температура может быть минус 4. Ну вот сейчас я снимаю на деревенском участке, например, на дачном участке у нас летний водопровод, и при этом минус 4 замерзает вода в трубах, да, и у нас и на земле, и на крышах зданий, то есть на высоте там и 4, и 5, и 6 метров – это все минус. И вот там, как говорится, никакие понятия ничего не спасает. Так вот, у нас этот опасный период попадает, как правило, в период с 1 по 9 мая. И какие-то годы, когда весна приходит очень рано, очень теплая, теплый апрель, то, конечно, виноград начинает пробуждаться. И вот даже сегодня мне в фейсбуке пришло напоминание, что вот 3 года назад побеги на винограде уже были вот такие по 10 сантиметров. То есть, конечно, в таком состоянии виноград надо уже открывать, уже держать его под укрытием сложно. И потом раскрывать, подвязывать тоже будет достаточно тяжело. А вот когда весна такая поздняя, как эта, то у нас все еще спит. И мы тоже можем немножко расслабиться и подержать виноград под укрытием вот до того момента, когда опасность этих заморозков пройдет. Потому что если у нас уже почки пробудились, то, конечно, они повредятся морозом, а все время караулить и накрывать, ну, к сожалению, не всегда и не у всех есть возможности. При том, что в этом сезоне я вам рассказывала и варианты, как затормозить развитие растений и попробовать избежать попадания под эти самые заморозки, ну, я думаю, что в выходные я буду на втором участке, а как раз посмотрим, что там происходит. Ну, а теперь возвращаемся к теме снятия укрытия. То есть в этом сезоне мы не спешим. И в наших планах, вот выходные, которые выпадают на 9 мая, как раз вроде бы тогда все будет хорошо и можно открываться. При том, что вот сегодня у нас 12 градусов, уже на эту ночь синоптики обещают понижение температуры минус 1, ну, там, где по прогнозу минус 1, в некоторых низинках, возле болот вполне может быть и минус 4, потом тоже еще 2 ночи, это где-то 0, плюс 1 тоже, ну, на самом деле, такая температура пограничная, когда местами вполне может быть морозик. Поэтому мы приняли такое решение ожидать. Ну, пойдемте, мы посмотрим. Вот здесь молодняк, кое-где немножечко он раскрыт, и я вам покажу, что на самом деле растения еще находятся в достаточно глубоком сне. Вот эти холмики, это наши молодые виноградики, вот они все находятся под укрытием, конечно. Соседские куры нам тут немножко кое-что помогли раскрыть, но не успеваем мы сделать забор, чтобы полностью от них оградиться. Ну, вот смотрите, здесь были длинные лозы, но нет возможности на все сразу сделать укрытие, и уже времени тоже не было, поэтому положили на землю, ну и там прикопали. И вот смотрите, почечка, она еще только-только начинает пробуждаться. Вот такой почке, в принципе, морозик не страшен, но если бы она была раскрыта больше, то, конечно, ее мороз уже может прихватить. И, в принципе, вот на таком этапе, вот следующее, совсем еще здесь закрытое, вот здесь идем ближе к стволу, тоже еще закрытое, то есть, в принципе, видите, за счет холодной погоды все еще спит. Вот, смотрите, другой кустик, тоже почечки еще спят, а лоза немножечко начинает плакать. Кстати, к вопросу о том, что кто-то боится весенней обрезки, что лоза будет плакать, вот эта обрезка осенняя, и все равно лоза тоже может плакать. И ничего страшного в этом нету. И, в общем-то, когда растение находится вот в таком состоянии, в принципе, морозики, вот эти легкие, ему не страшны, и можно открываться. Ну, мы решили подождать. Как говорится, нам не к спеху. Если растения еще полежат под укрытием, тоже им ничего страшного не будет. Как здесь, под земляным укрытием, так и на втором участке под синтетическим ватином они у нас лежат. Тем более, там мы знаем, даже если немножко начнет все расти, тоже ничего страшного. Кроме того, весна – это такое очень активное время. Вот это будущая школка. Будем сейчас готовить ее, будем запахивать. Были планы сделать это в прошлые выходные, но проливной дождь нашим планам помешал. Поэтому мы сейчас сосредотачиваемся на подготовке к новому сезону. Но уже потом будем раскрывать молодняк и плодоносящий виноград на втором участке. Вы в плане открытия смотрите по состоянию своих лоз, по вашим погодным условиям. Если все в спящем состоянии, в принципе, открыться можно. Если там в ближайших пару дней какие-то будут легкие заморозки, ничего страшного не случится. Если у вас уже почки начали пробуждаться, то лучше, конечно, подержать под укрытием еще некоторое время, чем бегать и накрывать. Но в любом случае решать только вам, как вам проще и удобнее поступать с вашими виноградниками. Ну а мы решили, что нам проще и удобнее еще немножечко подождать. Тем более, что хватает другой тоже срочной работы. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов винограда. Пока еще мы его не обновляли. Если у вас возникают какие-то вопросы по наличию чего-то, пишите, звоните. Мои контакты там тоже указаны. И, конечно, до новых встреч!